Так, 19 августа, 17 год, Харьков, 10.35 по Киеву, и это площадь Конституции. Если человек впервые попадает в город, наверное, лучшее место посмотреть достопримечательность. Из 12 символов города Харьков, официально признанных в 2000 году на Горсовете, 5, по-моему, здесь, видны отсюда. Первый символ, вон, полосатенький Благовещенский собор, недалеко отсюда. Это у нас Покровский собор, самое, по-моему, каменное старое здание в Харькове, 1689 года постройки, по-моему. Так, это Ника, площадь Конституции, сама тоже ансамбль площади Конституции, это символ города Харькова. Вон там, за углом этого здания, есть памятник в сковороде, местный наш философ. Фонтан там тоже прекрасный. Скрипаря, сейчас дойдем до скрипаря. Еще один символ Харька, Успенский собор. Самое высокое здание долгое время было в Российской империи. А вон там кусочек, виден совсем немножко, здание городского совета. Оно тоже символом города Харькова является. И тоже в шаговой доступности отсюда. А вон и наш скрипач на крыше. Теперь уже у нас их два в Харькове. Один на стекляшке возле площади Свобода. А этот здесь. Долго они мигрировали. Ротации проводили. Да. Так, а тут. Сразу от площади. В Конституции. Начинается. Улица Сумская. Главная улица Харькова. Вот она родненькая. И где-то вот в конце этой улицы уже как раз и тот самый скрипач. И площадь Свобода. Градусник. Тоже знаково для... С часами. Да, градусник с часами. Знаково для Харькова место. В том смысле, что встретиться под градусником довольно частое расхожее выражение. И у нас 29, мама дорогая, градусов. В половину 11 утра. Это у нас из Тукана. Недалеко от здания горсовета, что, наверное, не случайно. Периодически сюда люди кладут, лично присутствовал, денежки. В данном случае печеньки. Каждый хочет печеньки. Кукис. Печеньки номер один. Пошли, танчики поснимаем. О, как раз я его жених. Это артиллерия, конечно, мощнейшая. Майдан Конституции. Площадь Советской Украины. Площадь Тевилева. Николаевская площадь. Ярмарочная площадь. Одна из центральных и наиболее древних площадей города Харьков. Основана в 1659 году. С 96-го 1900 имеет название Площадь Конституции. Так. И здесь у нас красота Марк 5. Британский танк, захваченный в период вторжения Антанты. В начале 20-го века. Вон там церковь красивая, я не знаю сейчас. Та подожди, не залезай. Пошли потом отдельное время уделим. Традиционные. Тридцать четверочка. Я вместе с тобой там полажу, сынок. Иди сюда. Сейчас купим. Ты же не нашел его. Где? Да, и тут у нас появилась еще одна достопримечательность. Установленный, но пока не открытый, памятник Атаману Серко. Тоже местный, как и Сковорода, житель. По крайней мере, по одному из версий. По одной из версий он родился в тех местах, где ныне расположена Мерефа. А мы вошли с другого ракурса. Его снимем и на том двое мучения прекратятся, сынуля. Бурсадский спуск. Вот он Атаман Серко. 1600 какой-то год рождения и такой же смерти. Насколько я помню. 75 лет, по-моему, он прожил. Легендарный такой командующий, военачальник запорожского казачества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok